Журналисты Инга Иманбай и Анара Бельдаева на свободе накануне сотрудницы интернет-портала жанаузен.нет вышли из ТН спецприемника после 10-суточного ареста. Напомню, активистки были осуждены за участие в несанкционированном митинге в поддержку арестованных общественников Жамбулата Мама и Балата Табаева. Уже после освобождения девушки рассказали журналистам об условиях содержания в спецприемнике. Четыре дня мы кроме воды ничего не употребляли. Уже на четвертый день, ну, вы сами видите, Анара маленькая девочка, ну, я ей тоже нездоровый мужик, поэтому уже на четвертый день нам было плохо. Пришлось для Анары вызывать скорую. Давление у обоих упало. И, по-моему, после этого они сами испугались. Уже на четвертый, только на четвертый день нам стали пропускать воду и шоколад. Про освобождение режиссера Балата Табаева Инги Майбай удалось узнать только после выхода из спецприемника. Из-за полной информационной изоляции не доходили и новости о Жамбулате Мамае. В ближайшие дни журналисты планируют восполнить пробелы и продолжить кампанию поддержки арестованного. Напомню, лидер дискуссионного клуба РУП «Кентель» в СИЗО «Актау» находится уже месяц. Ему предъявлено обвинение в разжигании социальной розни и призывы к свержению конкуренционного строя. Сегодня в интервью журналистам его отец Мама Бекужиев сообщил, что состояние соноудовлетворительное. Жалоб на условия содержания нет, но пугает неопределенность со стороны силовых органов, потому что Жамбулат отказывается подписывать заявление о применении к нему 65-й статьи о освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и дальнейшим переводом в ранг свидетеля. В конце недели ситуация может измениться, резюмирует Аксакал. Его адвокат находится сейчас в данный момент в этом отраве. Он сегодня вечером будет, я поеду завтра, полишу завтра вечером. Только будет в среду я встречаюсь с Жамбулатом. Но пока реакции нет со стороны Национального комитета безопасности, и от нас тоже нет. Но, поведомо, будет в ближайшее время сенсация. Я вам обещаю 100%. Продолжение следует...